Ребят, всем большой привет! Добро пожаловать на канал Ринка Мискид. Меня зовут Ирина. Большое спасибо, что вы заглянули ко мне на канал. Сегодня хочу с вами поделиться мнением о масках для лица. Если вы любите такого рода видео и вам интересно узнать мое мнение о тканевых масках, стоит их покупать или нет, тогда усаживайтесь поудобнее, брите что-то вкусненькое, главное полезно и поехали смотреть, что же я для вас приготовила. Начну с того, что к этому видео я готовилась достаточно давно, на самом деле, потому что мне хотелось все-таки прямо подытожить, вот прямо подвести итог и прийти к выводу, что лучше маски в тюбиках, либо маски тканевые. Нужно их покупать или нет, потому что тканевые маски есть из сегмента бюджетные, которые стоят не очень дорого, а есть маски тканевые, которые стоят в разы дороже, чем маска в тюбиках. Но согласитесь, не у каждой девочки и женщины позволяют бюджет купить себе тканевую маску даже за 500 рублей. Это как бы, ну, как бы дороговато, да, на самом деле. И я для вас приготовила небольшое такое количество, относительно небольшое, так что вы усаживайтесь поудобнее, видео будет не на 5 минут, потому что я сегодня буду болтать много, информации у меня для вас припаслось достаточно много. Начну с того, что у меня здесь абсолютно разный сегмент масок. Конечно, в большей степени, наверное, это корейские маски, потому что тканевые маски, это, наверное, родоначальники, идут корейские, японские маски оттуда. Именно азиатская женщина захотела себе вот такой экспресс-уход для того, чтобы ей выглядеть красиво, и как мы знаем, что именно корейские, японские женщины, восточные, точнее азиатские женщины, они намного тщательнее ухаживают за своей красотой, и поэтому мы потихонечку у них так перенимаем этап красоты, и нам нравится, собственно говоря, ну, большинству женщин. Здесь у меня, кстати, даже есть маски в тюбиках, и начну я, наверное, с масок в тюбиках, потому что мне хочется поделиться с вами мнением об этих масках, точнее, показать то, что они у меня, во-первых, закончились, это, знаете, вот маски из разряда пустые баночки, тканевые маски, какое мнение сложилось и стоит их покупать или нет, как-то так. Итак, у меня закончилось аж 4 пустые баночки, у меня 4 тюбика от бренда Beauty Formula, это глиняные маски, экспресс маски для лица, у меня о них есть целый обзор, так что переходите, смотрите, ссылочку на обзор, конечно, я оставлю где-то здесь, либо в инфобоксе, куда меня, куда засунется данная ссылка, там и будет, так что смотрите, там я подробненько о каждой маске рассказываю, для вас это, наверное, будет очень полезное видео, так что не пропустите, заходите, смотрите, либо кликайте на то видео, а потом продолжите смотреть дальше это. Так что вот так, могу сказать только одно о масках в тюбиках, о том, что, во-первых, здесь каждая маска идет 100 миллилитров, и стоили они в пределах 400 рублей, и их хватает достаточно надолго, и это как бы уже экономит бюджет, если сравнивать их с тканевыми, как-то вот так вот. Следующая маска, которая у меня была в тюбиках, это была маска Organic Shop, это грязевая маска, идет морские глубины, органический экстракт ламинарии, грязь морского, мертвого моря и минерала. Здесь ее идет 75 миллилитров, на самом деле я могу сказать то, что эта маска из-за разряда того, что она не делает ничего сверхъестественного, то есть она не вычистит ваши поры, но она немножечко их почистит. Знаете, она так чуть-чуть освежит ваше лицо, и если ее делать хотя бы раз 10, то в принципе ваша кожа будет в хорошем состоянии. Если, конечно, у вас забитые поры, и там очень много разных высыпаний, данная маска вас не спасет, поверьте мне. Это будет, знаете, прям как слону дробина, как называется, как говорится точнее. Но мне данная маска нравится на самом деле. Это вот, знаете, такая маска, которую мне нравится наносить, когда я делаю себе ванну, ложюсь, наношу эту маску, 15 минут спокойно лежу с этой масочкой, немножечко подчищаю поры, как-то вот так бы. Неплохая маска, но вау-эффекты за ней я не заметила. Смывается она неплохо, подстывает она, практически не подстывает на вашем лице, в принципе неплохая. После того, когда вы смываете, на моем именно лице присутствует такой, знаете, она призывает кровоток к вашему лицу, и может остаться красное пятно на вашем лице. Так скажем, сигнализировать о том, что кровоток на вашем лице очень даже хорош. Следующие маски у меня, это маски будут тканевые. Начну, наверное, с тех масок, которые меня дико разочаровали, и которые спровоцировали то, что я долго не снимала для вас видео, и поэтому, так что, вот кого надо винить. Не потому что я лентяйка, не хочу для вас снимать видео, а потому что вот именно эти маски спровоцировали у меня высыпание на лице, я не могла просто перед вами показаться такими страшными высыпаниями. Начну, вот такие вот маски у меня появились, у меня их закончат целых три штуки, я не знаю, как их правильно называть, она просто написана, двухслойная маска для лица с витамином С. Начну сразу с полотна. Знаете, вот полотно идет очень тонкое, оно идет вот на такой вот штучке, я могу так сказать. Так, здесь это порванная штучка. Сейчас я вам ее покажу. Вот такая вот подложечка, полиэтиленка, которая держит саму масочку. Сейчас я вам ее покажу. И вы, наверное, даже знаете, что многие сейчас двухслойные масочки выглядят именно вот так. То есть основание маски выглядело вот таким образом, и на ней была такая тоненькая-тоненькая масочка, которая прям вот, она реально очень тоненькая. Прям я таких тоненьких масок, такого рода тоненьких масок, ни разу не встречала. Главное, чтобы ее не порвать. Полотно маски очень тонкое, повторюсь, и оно максимально прилегает к лицу, оно обхватывает полностью лицо и немножечко даже под подбородок уходит. Вот такое вот полотно данной маски. Оно очень хорошо пропитано, и пропитка идет не водянистая, а именно слизистая у этих масочек. И вот у меня здесь представлена с витамином Е такая маска, и вот это вот с витамином С. Могу сказать, она должна, данная маска, сейчас вам даже прочитает производителя, маска с витамином С способна подтянуть кожу лица, делая более эластичной, упругой, обеспечивает лифтинг эффект, используя для зрелой кожи. Моя кожа не зрелая, но могу сказать, что данная маска неплохо увлажнила кожу, но вот примерно, если вам вечером куда-то нужно идти, ваша кожа неприхотливая, и вам нужно, чтобы ваша кожа была увлажненная, в принципе, эту маску могу вам посоветовать. Не более того, то есть она буквально, вот вы ее сделали, сходили куда-то на пару часов, вы увидели увлажнение, все, то есть нет никакого долгосрочного увлажнения кожи, вечером пришли, умылись, увлажнение ушло, как-то так. Я ее делала, даже делала комплексом, в комплексе я совершенно не увидела никакого результата, какого-то пролонгированного эффекта увлажнения, либо эффект накопления, этого я не увидела, для меня эта маска оказалась абсолютным лузером, именно в увлажнении, какого-то лифтинг эффекта, либо подтягивания боли, упругости кожи я не заметила, либо может быть у меня, мне это еще не так важно, но вот именно в плане какого-то увлажнения, сияния, я от нее не заметила, это могу вам сказать от души, не могу вам ее советовать купить и сказать, что это вам маска, бегите ее покупать. Для меня это, знаете, абсолютно проходящая маска, которая ну никак не запечатлилась какими-то положительными ощущениями от нее, но плюс ее заключается в том, что она не вызвала у меня никаких подкожников, никаких высыпаний, ничего отрицательного зуда, покраснения, ничего от нее не было, то есть как бы в принципе для моей склонной к аллергии кожи она аллергии никакой не вызвала, но я не впечатлила. Следующие две маски с витамином Е, которыми я пользовалась, могу сказать, эти маски вызвали на моем лице дикие подкожники, которые просто дико перебаливали на моей коже, это просто какой-то кошмар, это были подкожники, которые перерастали потом в какие-то гнойные подкожники, это было просто абсолютный трэш. Я поняла, что это реакция на маску, первый раз, когда я нанесла, у меня появились подкожники, я думала, может быть, это что-то мне кажется, второй раз я просто кожу добила, и потом у меня был перерыв съемки, как вы понимаете, потому что я просто, ну не могла снимать, показывается вам в таком виде, это был просто ужас, То есть, совершенно не могу советовать эти маски к покупке, потому что, я повторяюсь, на моем лице они вызвали караул. Но сам производитель пишет то, что рекомендованная при неравномерном цвете лица маска интенсивно питает кожу, придает ей сияние и естественный блеск. Ничего такого я не заметила, но кожа, да, действительно она подпитанная, но потом вылазят подкожники, так что не могу вам рекомендовать данные маски. Следующая маска, о которой, знаете, о ней я уже много-много раз рассказывала, это просто, знаете, эти маски, это открытие 2017 года, это маски от бренда, я их называю Лук, серьезно. Это у меня маска с гиалуроновой кислотой, увлажнение и питание кожи. Ребята, эти маски не вызвали у меня ни аллергии, ни подкожников, ничего. Единственное, что вызывает у меня маски с гиалуроновой кислотой, как я поняла, это если что-то гиалуроновая кислота какая-то может быть не такая, у меня от гиалуронки, в общем, полуявляется от противного, у меня начинает сохнуть кожа. Но вау-эффект от этой маски на выход куда-то я заметила, то есть когда я ее наношу, у меня действительно кожа напитанная, мне кажется, даже у меня щечки такие притекают, появляется такая, знаете, вот такой отек небольшой на лице, в правильном смысле отек, то есть вся какая есть жидкость у меня сюда к лицу подползает и все. Но маска в принципе неплохая, мне понравилось, насколько она увлажняет кожу, еще раз говорю, и влага, которая есть в организме, она приползает к лицу. Не могу открыть, показать вам полотно данной маски. Но полотно, оно здесь такое идет более плотное, оно хорошо пропитано, даже сейчас, когда прошло достаточно много времени, здесь на этом полотне есть пропитка. Могу сказать, полотно очень удобно прилегает к коже, хорошо лежит на лице, мне понравилась эта из сегмента бюджетная, хорошая тканевая маска. Смело, девчонки, вам могу ее посоветовать купить. Покупала я ее в пределах, по-моему, 60-70 рублей. Это крайне бюджетная цена, мне кажется, для масок такого качества. Реально нет никакой аллергии и эффект увлажнения на сутки примерно присутствует на вашем лице. Но потом у меня почему-то начинается сохнуть. Это лично моя какая-то, видимо, особенность. Но посоветовать вам ее в покупке смело могу. Следующие маски, которые у меня из разряда, для меня было любопытно, я попробовала. Эта маска была вот такая вот с пингвинчиком. Я не знаю, что это за бренд на самом деле. Если вы знаете, конечно же, напишите мне. Она мне попадалась в какой-то коробочке красоты. Здесь написано, что это текстильная маска для лица с экстрактом ежевики. Она эффективно питает, разглаживает тускую и сухую кожу, увлажняет, укрепляет ее липидный барьер. На самом деле маска, знаете, вот очень веселая. Она идет в виде пингвина. И это для того, чтобы поднять настроение себе и домочаться. Мне достаточно очень понравилась данная маска. Я могу вам сказать только одно. Она приятно пахнет каким-то кремушком с добавлением фруктов. Но вау-эффекта я от нее не увидела. Вот прям, чтобы знать, вот я ее нанесла и был какой-то вау-вау-эффект, я этого не увидела. Просто неплохая увлажняющая маска и все. То есть, если вам нужно с утра увлажнить вашу кожу, у вас закончился крем, в принципе, можно взять тканевую маску, нанести ее на себя и вот чесать на работу и как бы там на учебу еще куда-то. Если ее держать в холодильнике, вы еще немножечко уберете отек с вашего лица. Но вау-эффекта какого-то такого, от чего-то я от нее не заметила. Но она и не вызвала у меня аллергической реакции. То есть, у меня не было никаких неподкожников, высыпаний от нее. В принципе, очень даже неплохо поработало на моем лице, могу вам сказать. Из разряда того, чтобы ее неплохо, так скажем, увлажнить. Следующая маска, которая для меня, на которую я, точнее, возлагала какие-то надежды, но она совершенно таковой не стала быть. Это маска Ацетуа, по-моему, называется. Маска для проблемной кожи. Она у нас идет в масло из листьев, содержит масло из листьев чайного дерева, экстракт кипре, узколизного иванчайдра для проблемной кожи, устраняет загрязнение, пор и успокаивает кожу. Ее нужно наносить на 20 минут. Ну, обычная тоже тканевая маска, она идет не сильно тонкая и не сильно плотная. Ложится она тоже неплохо, так, в принципе, по лицу могу вам сказать. Пробитки у нее достаточно, ее хватает. Но что могу сказать об этой маске? Конечно же, никаких высыпаний она не убрала. Супер-пупер поры она не очистила. Она была просто такая, знаете, вот немножечко успокоила кожу. Вот немножечко, прям совсем чуть-чуть, больше, конечно, у меня не возникает желания ее купить. Как-то что-то супер на моем лице она ничего не сделала. Для меня это абсолютно проходящая маска, на которую я не буду акцентировать свое внимание. И вам тоже, в принципе, не могу советовать к покупке. Потому что вот именно для проблемной кожи, когда есть проблема очищения кожи, успокоить ее, она с этим не справилась. Поэтому как-то вот лично вот так у меня. Следующая маска, которая у меня закончилась, это маска. Мое первое было знакомство с брендом Тони Молли. У меня она идет с гранатом. Знаете, производитель написал, что это трехслойная маска для лица с экстрактом граната. Она должна дать нам сияние, упругость и осветлить пигментные пятна веснушки. Ничего, конечно, она не осветляет. Ну, серьезно, ну, может быть, там, если сделать их штук 10 подряд, возможно, вы увидите результат. С одного раза вы этого не увидите. Она неплохо увлажнила кожу, не вызвала никакой аллергии. У нее приятное полотно, у нее приятная достаточная одушка. Пропитки хватило очень хорошо. Но могу вам сказать то, что полотно у нее хрупенькое такое достаточно. Оно рвется. И когда я его доставала, тоже рвала и сейчас немножечко надорвала. Но мне, так скажем, не то, чтобы не хватило на лицо, ну, как-то, вы знаете, я не поняла полотно само и неплохо увлажнила. Знаете, как бы, наверное, ее нужно пройти каким-то курсом. Я слышала очень много хорошего о масках от Тони Молли. Но, вы знаете, чтобы меня она как-то сакцентировала и сказала, что нужно ее купить, опять же, нет. Это вот такая вот маска, которую можно сделать с утра, которая немножечко добавит увлажнение в вашей коже и все. Но вот за запах, это вот просто отдельный респект. Полотно, конечно, у нее не очень приятное. Следующая маска, которая, это, вы знаете, это вот маски, которые фавориты. Вот это вот прям вот фавориты, которые мне понравились. Начну я, наверное, давайте, наверное, начну с третьего места. Маска Орхи с экстрактом улитки. Как вы знаете, это первая тканевая маска корейская, которую я себе осознанно купила. Помните, если вы давно на меня подписаны, вспомните это видео, когда я купила целую пачку и говорила о том, что я купила себе тканевые маски за такую стоимость и прям была долго в шоке. Ну так вот, здесь мне нравится аромат, мне нравится полотно, мне нравится пропитка, мне нравится как данная маска. Она, конечно же, морщинки не уберет, она не осветлит, ничего такого, но для моей проблемной кожи она срабатывает именно как успокаивающая маска. Мне нравится то, что все вот покраснения какие-то она немножечко глушит и потихонечку все припухлости какие-то она убирает. То есть она немножечко успокаивает кожу, прям ну немножечко, а хорошо. Она меня несколько раз спасала именно после чисток лица, неудачных чисток лица, когда у меня шло воспаление. Данная маска меня спасала. Вам могу посоветовать данную маску Орхи. Мне она понравилась, честно могу сказать. Конечно, вау-эффекта в плане того, что она уберет морщины, подтянет кожу, осветлит, либо еще что-то сделает вас на 10, на лет 10 моложе этого не будет. Но именно как маска, которая успокоит ваши высыпания, которая поможет немножечко их, чтобы утихли какие-то высыпания, она дает. Мне нравится, как она подлечивает кожу. Есть немножечко подлечивание. Я хочу сейчас еще раз ее купить. У меня они уже заканчиваются. У меня, по-моему, только одна маска осталась. Но я знаю, что маски нужно делать лучше курсом. Если вы покупаете какую-то тканевую маску, делайте, конечно, курс 5-10 масок, чтобы вы точно почувствовали пролонгированный эффект масок. Вот эти вот маски могу вам посоветовать сделать именно курсом. Хотя бы купить упаковку и сделать. Очень хорошая маска. Мне понравилась. Следующая маска, которая мне понравилась, которая, знаете, такая самая, наверное, необычная маска, которая была у меня. Это, знаете, тканевая маска, которая меня очень сильно удивила, в принципе, своей концепцией. И здесь два в одном, что мне понравилось. Это тканевая маска, но это глиняная маска. Эта бренд называется, точнее маска называется I'm Sorry For Skin Black Mead Maska. Маска, это маска, которая идет у нас для глубокой очистки лица с черной глиной, сужающей порой. Прости меня, моя кожа. Она еще должна отшелушивать. Ребят, доставать, конечно, это все страшно. В моем инстаграм вы уже видели фотографию, конечно же, оставлю. Я, по-моему, делала фотоскрин на эту маску. Ребят, она реально очищает. Вот реально, как очищающая маска глиняная, она очищает. Ее вот я смело могу посоветовать купить. Это просто нереальная какая-то штука. А если ее проделать какими-то курсами, это будет вообще просто супер. Мне она очень понравилась. Смело могу вам ее порекомендовать. Это та маска очищающая, которая, если у вас позволяет бюджет, то ее стоит купить. Для того, чтобы она у вас была просто в ваших хомячковых запасах для очищения кожи. Я хочу купить ее штук 5-7 и проделать какой-то курс хотя бы месячный для того, чтобы почистить свою кожу за раз. Она мне неплохо почистила кожу, очистила, так скажем, осветлила какие-то черные точки, немножко где-то их даже вычистила, сузила поры, улучшила цвет лица. Мне очень понравилась данная маска. Смело от души вам ее могу посоветовать. Но, конечно, 40 минут, когда вы ее держите, главное, чтобы вас никто не смешил, потому что она застывает по вашему лицу. И потом вы, как знаете, такой слепок себя снимаете, и вы видите, как вычищаются ваши поры, она как маска-пленка, даже такая местами работает. Но мне очень понравилась, смело могу посоветовать. И следующая маска, которая мне понравилась, это маска, которая у меня тоже закончилась. Это маска от Элизавеки. Маска, которая идет с черничкой, называется Фруктреп. Это фруктовый какой-то коктейль для кожи. Нужно носить ее на 20 минут. Она у меня та маска, которая сработала 5 из 5. Она хорошо увлажнила кожу. Увлажнения хватило на целых 2 дня. Приятная лекала, которая легко достается, распределяется по вашему лицу и полностью прилегает к вашему лицу. И хорошо напитки, точнее, хорошо увлажняет вашу кожу. Мне очень понравилась данная масочка. Пропитки действительно хватает. Но, на первый взгляд, ее кажется очень много. Смело вам могу порекомендовать масочки для лица от бренда Элизавека. Вот такого плана. Мне очень-очень понравилось. Тоже, конечно же, постараюсь купить их целым курсом пройти. Потому что мне очень-очень понравилась данная масочка. Очень хорошая маска для лица. Что хочу подытожить, сказать. Свои пустые баночки именно тканевых масок. Хочу подытожить свое мнение, вам сказать. Во-первых, если вы покупаете тканевые маски, то покупайте их курсами 5-10 масок. И делайте их хотя бы через день, для того, чтобы получить пролонгированный эффект. Конечно, если ваш бюджет позволяет, то можно себе покупать тканевые маски. Потому что зачастую тканевые маски достойны хорошей. Редко, когда из бюджетного сегмента можно встретить хорошую маску. Зачастую хорошие маски, они стоят достаточно дорого. И чтобы их купить курсом, это будет очень накладно. Поэтому для меня, конечно, мне намного ближе купить маску в тюбике. Она будет бюджетнее, мне ее хватит на дольше. И я ее смогу распробовать и понять, действительно работает или нет. Но если вот так вот вообще разобраться, могу сказать, что да, тканевые маски меня покорили. И мне их хочется пробовать. И есть те хотелки, которые мне хочется проделать курсом. И я вижу от них результат. Поэтому абсолютно любимые, допустим, у меня есть абсолютно любимая масочка от бюджетного бренда Лак. Стоит она всего лишь в пределах 100 рублей, а работает она очень хорошо. И есть также абсолютно небюджетная маска, но которая тоже работает очень хорошо. В общем, если вы надумали купить себе тканевую маску, смотрите, конечно же, по своему кошельку, по отзыву. И главное, чтобы она вам подошла. Но вот так вот лучше, конечно, маски, наверное, в тюбиках. Так что вот так вот. Надеюсь, данное сумбурное видео вам понравилось. Я давно к нему готовилась и хотела с вами поделиться мнением. И, наконец, выбросить пустые баночки. Потому что я все никак для вас не могу снять пустышки на моем канале. Как вы видите, их давно уже не было. Но надеюсь, что я вам скоро все расскажу, что у меня закончилось, какое сложилось мнение. Если вам понравилось данное видео, конечно же, поддержите меня пальчиком вверх. Подписывайтесь на мой инстаграм, мискик9970. Я буду рада вас видеть в числе своих подписчиков. Конечно же, оставляйте комментарии. И какое мнение у вас об этих масочках. Либо, может, какую-то маску вы мне сможете посоветовать попробовать. Я вас всех люблю. Целую. Берегите себя и своих близких. С вами была ваша Ирина. Не забывайте подписываться на мой канал, чтобы не пропустить новые видео. Увидимся в скором будущем новом видео. Всем пока-пока.